Трудные места Писания 17 стихи, то прямо вот удивляемся. Итак, когда, с 15-го начну, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволел открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Ну, то есть, стал, в общем-то, жить жизнью такой, активного христианина, и проповедь уже свою начал, хотя напрямую она не сказала. Все вроде бы хорошо, не стал советоваться с плотью и кровью. А как вам это вообще? Некий юноша, который был врагом христианской церкви, савл до обращения, становится христианином. После этого он говорит, да ну, мне все эти люди вокруг совершенно неинтересны, это плоть и кровь лишь, я-то Бога знаю. Не буду я вообще с ними советоваться, ничего не буду делать. Давай-ка я сам пойду проповедовать, и все это мне уже кажется лишним, какие-то там советы. Ну, и что это такое? Вообще так сектанты себя ведут. То есть, человек объявляет, вот Бог меня избрал, вот я открыл истину, теперь я буду ее вам возвещать, мне не надо ни с кем советоваться, потому что у меня есть все, что мне нужно. А где церковь? А где тогда авторитет этих самых апостолов? Где предание, в конце концов, о котором так мы говорим? Где, ну, какая-то иерархическая структура, которую Павел в других местах довольно активно отстаивает? Это все лишнее, это все помои какие-то, да, которые он выбрасывает как ненужные. Более того, мы видим, что это несколько противоречит книге «Деяния», где описывается начало служения Павла, и где все-таки он встречается с апостолами, обсуждает с ними некоторые вопросы, да. И нет такого, что вот он такой герой вестерна, да, такой бравый парень в ковбойской шляпе, который один скачет по степи и там сражается с врагами и, в общем, добивается великих результатов. Странный текст. Но, вы знаете, мне кажется, что слово «советоваться» здесь, может быть, нами как-то не очень понято правильно. Потому что, в общем, конечно, перевод правильный – искать совета. И вот что не стал делать Павел, когда он встретил Христа, некая мистическая встреча по дороге в Дамаск? По сути дела, он говорит, мне не нужны были больше нищие подсказки, я понял, где истина. Мне не нужно было ни к кому обращаться за советом. Это совсем не значит, что он отвергает некоторое соборное, как мы сегодня это называем, обсуждение вопросов. Он, более того, описывает потом дальше, что вот он встречался в Иерусалиме с Петром, пробыл у него дней 15, а больше никого не видел. Тоже, кстати, немножко противоречит тому, что было сказано выше и тому, что описано в деяниях. Но дело даже не в том, что он здесь как-то буквально описывает, кого он видел, кого он не видел. Здесь может быть скорее разговор о том, кто для него был авторитетен, о том, что вот он говорил с людьми, не просто не виделся с ними вообще, там, закрывал глаза, не ходил туда, где они будут. Если он ходил в Иерусалим, наверное, он видел других апостолов тоже. Но в конце концов, что он бегал от них, сидел там где-то за углом, пока они не пройдут. Это же маленькая христианская община. Но скорее в том, что для него не нужны какие-то другие люди для того, чтобы оправдать его служение, для того, чтобы отправить его на это служение. И иначе, честно сказать, я этого понять не могу. И потом, ну, не склеивается иначе, да. И потом, может быть, это некоторая такая полемическая, риторически заостренная фраза именно в послании к Галатам, где он говорит, немножко выше, еще в 10 стихе, у людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога, людям ли угождать стараюсь. Ведь если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И дальше он говорит, когда я еще до обращения Христа был фарисеем, то я очень активно этим всем занимался и искал одобрения. Там, говорится, более прочих сверстников моих. Мы это еще как отдельное трудное место разбирали. Но когда я встречаюсь со Христом, то вся эта иерархия, она как бы уже не очень важна для меня. Не то, что она плоха. Нет, он авторитет Петра не подвергает сомнению. Он с ним встречался и беседовал. Не то, чтобы эти люди, там, ничтожные людишки по сравнению со мной великим. Это, кстати, уже было бы действительно сектантством таким откровенным. Нет, он с ними общается. Но ему не нужны люди для того, чтобы понять правоту своего выбора. Он служит Богу. Ну, а все остальное — некоторые подробности того, как это служение осуществляется. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok